Ночными представлениями в музеях самарской публике уже не удивишь, но в особняк Курлиной посетители всегда приходят с особым удовольствием. Ночь Модерна собрала в этот поздний вечер не только истинных ценителей искусства и архитектуры, но и тех, кто с Модерном пока мало знаком. Это как стиль искусства, который связан с природой. Хотелось бы узнать побольше об этом стиле, хотелось бы узнать еще какие у нас здания есть, может быть не все знаю. Я просто очень люблю свой город и всегда интересно узнавать больше. О роли Модерна в жизни города знает главный популяризатор этой эпохи Илья Саморуков. После его лекции уже просвещенные слушатели активно отвечали на вопросы и заработали призы от музея. Просто самарец должен знать, что в Самаре стиль Модерн развит, это его наследие городское. То есть это часть нашей культуры и когда мы определяем кто мы, вот мы, я Самарец. Самарец это город Демодерн, да, город Демодерн. Такая собственно у нас миссия, мы все время об этом говорим. Завершилась ночь Модерна показом балета на музыку великого французского композитора Мариса Равеля, Дафнис и Хлоя в постановке Сергея Дягилева. Знаете ли вы, как отличить Модерн от других стилей? Я теперь точно знаю. Ну, во-первых, этому стилю присущи антропоморфные формы, плавные линии, растительный орнамент. Это листья и цветы. В начале 20 века это было безумно популярно. Особняк Курлиной, ныне музей Модерна, в этом самом Модерне на 100%. Если вы встанете на улице Красноармейской, напротив особняка, то на крыше увидите огромную кованую стрекозу. В доме есть лепнина. А если не приглядывались, то вот эти вот гигантские кованые ажурные ворота на самом деле настоящая бабочка. Юлия Черняева, Константин Головин. События.